Виталий Куценко Он был очень худенький, высокого роста, стройный молодой человек. Играющий на волторне, в консерватории занимался в классе по своему инструменту. Он проявил недюжинную страсть к дирижированию. После работы в Харьковской филармонии Виталий Куценко уехал учиться в Ленинград. 20 лет руководил музыкальными и оперными оркестрами Казани и Ленинграда. Но все же вернулся в Харьков уже с семьей. Ровно 20 лет я отсутствовал в Харькове. Потом через 20 лет я вернулся уже в Харьковскую филармонию дирижером и художественным руководителем филармонии, не оркестра. 13 лет отдал я этому зданию и этому коллективу. Потом в 1997 году меня перевели переводом сюда в оперный театр главного дирижера. В профессии дирижера все важно и все сложно. Нужна врожденная пластика и музыкальность, как в балете, рассказывает сын маэстро, дирижер Тарас. С детства, конечно же, глядя на отца, я перенимал у него и жесты, и поведение, и мимику даже. Ну, в общем, я желал быть дирижером. Продолжил музыкальную династию и внук Виталия Куценко. Парень подрастает кларнетистом. В параду дирижера маэстро выбрал четвертую симфонию Чайковского. Также на концерте звучали у вертюра Коперетти Афербаха «Орфей в аду» и Копере Зупе «Легкая кавалерия» под руководством сына мэтра и его учителя Алисы Бедулиной. Ирина Антонюк, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».